Самое-то натуральное по лесу бегает. Не зря человек издревле охотился. Жители отдаленных деревень до сих пор так делают, особенно когда до большого города не дойти, не доехать. В нашей области эта особая территория называется Заболотье. Почему жизнь там хоть и нелегкая, но дружная, расскажет сейчас Карина Закирьянова. Без труда не вытащить невод из Большого Увата. Это крупнейшее озеро Тюменской области и основное место работы для жителей Заболотье. Эта часть Вагайского района как тридевятое царство. Дорог, которые бы связывали с Большой землей, нет с апреля по ноябрь. Мужчины рыбачат или ездят вахтой на север. Добывают на озере чебаков, карасей, окуня, изредка крупных карпов. Улов, как правило, небольшой. Мало рыбы. Мало. В прошлом году самор был. Ну, рыба задохнулась весной. И после этого мало. Таких створок нет. Один раз в прошлом году только 25 тонн поймали. Ну, ничего. Бывает, вовсе нет. Мелочь отпускают обратно в озеро, что покрупнее продают заезжим омичам. Либо везут в райцентр. Там есть своя точка с бытом. Средняя цена 8-10 рублей за килограмм. За озером давно перестали следить. Честную аренду ежегодно оплачивает лишь три хозяина. Браконьерам это зеленый свет лучше. Поэтому вот здесь водоем большущий такой, они ставят по 30-40-50 сетей. А рыбоохрана от нас далеко, в Товольске находится. Это 200 с лишним километров. Пока они доедут, там все след простой. Это у меня будет домашняя лапша. Пока мужчины на рыбалке, жены ждут их дома. Готовят домашний наваристый суп из мяса с лапшой. К тому же, каждая девушка в заболосе должна уметь печь хлеб. И это не обсуждается. Когда уже лето там, значит только когда самолетом до нас можно долететь. Мы сами печем хлеб. Такие круглые большие караваи получаются. Уже как-то привыкли мы. Пусть до заболотья нет нормальной дороги, зато высокие технологии сюда добрались. Мобильная связь, интернет. Последний как связь с Тюменью. В деревне показывают лишь омские новости. В Тюменской области проблемы с детскими садами решили. Почему я? Потому что как бы сама учительница. В Агайской заболоте это 9 деревень. В Осиновской, например, живет 700 человек. Пока сюда можно добраться на машине по зимнику за 2 часа. Летом только вертолет. Билет стоит 300 рублей. И пусть жизнь в заболоте не легкая, зато дружная. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибинфорумбюро.